итак я распаковал фурнитуру вот мне есть такой пакетик с 13 шурупами это только вот у вас у компании св вот ваши уголки фурнитура то есть я ее не вытащил совершенно с другого завода это ваша фурнитура я ее только что распаковал бумажку где-то с фамилией киселева я потерял тут была вложена бумажечка фамилия киселева это скорее всего или комплектовщики наборщик фурнитуры значит берем любой винт ph вот он винт ph и будем пользоваться вот таким шуруповертом бита на нем установлена также немецкого производства я думаю мне не надо рассказывать о чем идет речь и прикрутим прикрутим ножку просто прикрутим ножку в одном месте прикрутили попробуем провернуть слезать шлиц с имитировав проскальзывание биты такое бывает где-то не надавил до конца где-то перпендикулярность оси шурупа не соблюл ну бывает часто раз и она проскользнула там выкрутим шуруп теперь смотрим что произошло как видно бита даже заклинило может быть это с одной стороны хорошо но не в этом случае вытаскиваем биту и сравниваем поврежденный шлиц с новым как говорится почувствую разницу и вот такая ситуация 80 процентов случаев с данными шурупами посмотрим как бита погружается в шуруп вроде бы она там и до конца погрузилась но это не так возьмем биту со шлицом pz вот бита со шлицом pz видно что наличие дополнительных грани боковых ребер жесткости между большими между основными возьмем шуруп pz со шлицом pz и вставим туда биту мы вставили туда биту разница весьма очевидно по глубине погружения биты в шляпку шурупа видите она даже уже и не сидит там выскальзывает здесь у нас погружается бита совсем на немного здесь бита погружается на какой-то миллиметр казалось бы больше но этот миллиметр является априори очень важным поскольку проскальзывание биты в лице pz если бита конечно же pz практически исключено она очень плотно крутит она там не шатается но тебя прилагаю силу по ногтю это видно что прилагаю силу пытаюсь биту расшатать у меня этого не получается берем шлиц па шуруп pz и начинаем шатать вот видите что происходит она там просто не до конца сидит возьмите любую паш биту китайскую даже немецкую у вас картина будет одна и та же шлиц ph в шурупах с таким диаметром и сделаны из такого металла он не совсем корректный когда закручивается тысячами десятками тысяч данные шурупы то это становится не сильно комфортной работой